Сократить количество транспорта в два раза, перейти на автобусы большей вместимости, а также повысить стоимость проезда. Вот основные тезисы, которые вошли в концепцию развития городского транспорта. О необходимости ее создания на каждом заседании Городской думы говорили члены фракции КПРФ. И вот спустя несколько месяцев она наконец появилась, обещая серьезную выгоду бюджетам. При этом разработана конечная модель, она начнет работу с 2022 года и переходная на текущий период. Ежемесячно городу требуется порядка 306 миллионов рублей в месяц. А переходная модель при расчете аналогичных показателей, но уже с теми параметрами, которые были применены, в два раза лучше – 164 миллиона рублей в месяц. На круглом столе собрались все заинтересованные лица. Это министры, депутаты, научные сотрудники, перевозчики, представители общественности и, конечно, разработчики, которые на 120 страницах представили свое видение развития транспортной сети города. Выводы делали на основе мониторинга пассажиропотока, который проводили зимой. Так, одно из предложений – увеличить стоимость проезда. По данным разработчиков, горожане в состоянии оплачивать тариф в 24,5 рубля, что открывает возможности для введения разных цен на разный транспорт или в зависимости от способа оплаты. Тарифы у нас повышались в 13-м стало 15 рублей, в 15-м – 16, в 16-м – 18, в 17-м – 19 и в 18-м – 23 рубля. То есть за 5 лет стоимость проезда увеличилась на 8 рублей или более чем на 50%. У нас в регионе зарплаты так не растут, как повышение стоимости проезда. У меня вопрос, что мешало развивать муниципальный транспорт, ремонтировать его, закупать муниципальный транспорт. Когда нам говорили, что вот мы повысим тарифы, все будет хорошо. Но, к сожалению, мы видим, что муниципальный транспорт у нас доведен до ручки. Вообще, что это – неэффективное управление или что-то еще? Напомним, что сейчас 47% перевозок осуществляет коммерческий транспорт. Это 81% всех выпускаемых на линию транспортных средств. Высока дублированность маршрутов. На один социальный приходится до трех коммерческих. В эти ситуации разработчики предлагают с помощью введения магистральных опорных маршрутов для самых загруженных участков города. На них будут выходить автобусы и троллейбусы, то есть средства большой и средней вместимости. А также создать вспомогательные для маршрута к низкой вместимости. При этом обновление подвижного состава не планируется. При этом многие маршруты предлагают изменить. А от двухдиометральных, которые соединяют разные концы города, и вовсе отказаться. Людям придется делать пересадку, оплачивая стоимость проезда два раза. Ведь пересадочные тарифы, как, например, в Москве, не предусмотрены. Это предложение вызвало резкую критику партии КПРФ. Не вошли в концепцию также предложения по развитию новых районов города и продлению маршрутов существующих. При этом часть магистральных останется в обслуживании коммерческих перевозчиков. Большие нарекания вызвали цифры пассажира потока. Ведь ни у одного из перевозчиков они запрошены не были. По итогу встречи разработчик должен доработать концепцию до 1 октября, внеся туда все пожелания участников. Параллельно будут проходить заседания, на которых каждый желающий сможет представить свое видение развития городского транспорта. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».